Как не довести себя до диализа и пересадки почек? Скрытые симптомы больных почек. Вы должны это знать, пока не поздно. О многом вы не знали. А многие люди не от того лечатся. Так о чем же говорят те или иные симптомы? Сейчас вы узнаете о первых признаках почечной недостаточности, о причинах повреждения почек, какие исследования надо провести, о профилактике и лечении. Да, почки это фильтр. Главная функция почек – фильтрация крови и выведение из организма продуктов распада, метаболизма, избавление организма от токсинов, предотвращение отравления организма. Но у почек и надпочечников есть и другие функции. Об этом, впрочем, у меня было несколько видео на моем канале, поэтому сейчас об этом не буду говорить. И перехожу к признакам недостаточности функций почек. Их немало, слушайте внимательно. Потом советую пересмотреть данное видео, уже конспектируя его. Первое – цвет мочи. Помутнение и потемнение – это стопроцентный признак проблем с почками. Либо инфекция здесь, либо кровь в моче, либо это признак онкологии. Проверяться надо срочно. Но о инфекциях, воспалениях говорит еще признак, когда человек часто по ночам бегает в туалет. И внимание мужчины – это не всегда может быть признаком наличия воспаления аденомы простаты. Нет, бывает и проблемы с почками. Еще один характерный признак – это когда мало за раз выходят мочи. Это тоже яркий признак проблем с почками. Недостаточная фильтрация – это разрушение части клеток почек. До перехода к следующим признакам хочу вам пояснить. Если у вас есть несколько одновременно признаков из тех, что я скажу, или особо акцентируемые мной, то, соответственно, это с большей долей вероятности говорит о том, что есть у вас проблемы с почками. Лучше сейчас их лечить. Помните, почки не болят до самого крайнего разрушительного состояния, когда уже боли возникают по причинам смежным, так сказать. Почки, как и печень, сами по себе не болят, если только не идет камень. Скажем, по мочеточнику. Второй признак – боли в спине, пояснице. Но это, как правило, при мочекаменной болезни. Также боли при мочеиспускании говорят о воспалениях мочевыделительной системы или о наличии камней в почках. Боли рези – это, как правило, камни. Более серьезные проблемы не дают о себе знать болями. Третий симптом – металлический привкус во рту. Это говорит о недостаточной функции почек. Дело в том, что при серьезных болезнях почек ухудшается усвоение железа из той пищи, которую вы едите. И ухудшается выработка гемоглобина тем самым. Оттуда головокружение, токсичное отравление, которое, кстати, в свою очередь, это уже третье наложение проблем, третье следствие, приводит это все к ухудшению памяти, слабости, быстрой утомляемости. Вот она цепочка логическая. И вот почему металлический привкус во рту. Потому что много излишнего, избыточного железа. А это, кстати, еще и окисляющий фактор. Это еще и свободно-радикальное воздействие дополнительное. Катализатор процессов окисления. Это плохо. Вот такая группа проблем. Так, четвертое. Пенится моча. Излишняя пена говорит о том, что в моче много белка. А это говорит о том, что почки плохо перерабатывают азотистые вещества. По сути, фильтры, глумерулы, они просто, по сути, дырявые. И белковые отходы не перерабатываются, а напрямую, что называется, выходят непереработанными до конца. В этой связи, я что еще хочу сразу посоветовать. Перестаньте уже есть несвойственные человеку как виду продукты питания. В первую очередь, мясо и молочный продукт. Вы уже не грудной ребенок. Это раз. Вы относитесь к виду. Человек разумный. По крайней мере, я на это надеюсь. А не к жвачным животным. И вы не теленок, а грудной ребенок. Но вы-то уже взрослый. Поэтому молоко это извращение. Но я говорю не о любом молочном продукте, а о тех продуктах, где много молочного белка казеина. Творог, сыр, тем более твердые виды сыра. Про жиры я не говорю. Их есть можно. Особенно сливочное, либо топленое масло, где нет остаточного следа белка казеина. Это хорошо. А если вы пожилой человек, да еще малоподвижный по той или иной причине, то какое вам мясо? Очнитесь, очнитесь уже. Не надо оправдывать то, что вы просто любите. И всего лишь на этом основании убеждаетесь себя самообманом. А еще хуже, обманом на публику, в виде комментариев глупых. Успокаиваете себя и оправдываете свое мясоедение, которое приносит вред в любом случае, рано или поздно. Но многие этого так и не поймут. Пятый признак. Повышенное артериальное давление. То, что люди называют неправильной гипертонией. Кстати, гипертония это гипертонус мышц. И это безусловно связано между собой, когда речь идет о том, что мышцы опоясывающей артерии спазмируют, сосуды сужаются, и организм повышает давление, чтобы тот же объем необходимый организму крови прошел через все клетки нашего организма за единицу времени. Но правильно говорить, называть этот диагноз артериальная гипертензия. Об этом у меня было два главных видео на моем канале. Гипертония часть 1 и часть 2. Они друг друга дополняют. В этих видео есть все, что нужно знать любому человеку о повышенном артериальном давлении. Так вот, из-за повреждения гибели части анифронов почек фильтрационная способность почек снижается. А они посылают сигнал своими гормонами. Ну там нейрогуморальная регуляция идет более сложная, чем то, что я сейчас просто объясняю. На повышение давления. А высокое повышенное давление что делает? Правильно, повреждает почки. И возникает замкнутый круг разрушения. Запомните, у кого артериальная гипертензия, почти всегда больные почки. И надо лечить и их. Как лечить дальше, в конце скажу. А давление повышенное снижать надо не гипотензивными таблетками, но кроме, понятно, приступов острых, тяжелых, когда надо спасать человека любой ценой, а надо лечить седативными препаратами, натуральными о которых, говорил основоположный к учению об артериальной гипертензии, академик Ланг. Если какой-то врач говорит обратное, он не уч. И помните также, что все-таки уровень этого врача, ну никак не дотягивает до уровня великого ученого-академика Ланга. Но не только этим надо лечить, снижать повышенное артериальное давление, а комплексными мерами, главной из которых это кардинальное изменение вашего питания. Об этом в том числе мои видео гипертония первая и вторая часть, ссылки на них дам в описании под этим видео. Как работают почки? У меня есть видео, давно уже снял его, лет 10 назад или около того. И помните, что голодание снижает повышенное артериальное давление и снимает нагрузку с почек. Шестой признак – это дефицит витамина D, D3. Помните или знайте, только почки превращают не активный D2 в активный D3, а как следствие дефицита витамина D3, дефицит кальция при его достатке и даже избытке в организме, что может, кстати, привести к кальцификации сосудов, образованию камней в почках, к каторосклерозу. И только D3 нормализует усвоение кальция, которого много и не нужно потреблять. Но потреблять надо только в органической форме, это та же зелень. Сегодня я к зелени не раз буду обращаться. В ней кальция, как и калия, кстати, более чем достаточно. Седьмой признак – запах аммиака или мочевины изо рта и от кожи человека, от пота. Это один из самых ярких признаков дисфункции почек. А теперь, внимание, я развенчаю одну глупость. Не просто миф, как говорят, просто страшную глупость, безграмотность. Говорят, у пожилых людей есть специфический запах, это, мол, старческий запах. Чушь! Никогда такой глупости не говорить. Это не достойно звания человека разумного. Никакого отношения это к старости не имеет. Это имеет отношение только и исключительно к запущенности заболеваний почек. А чем человек старше, тем запущенность заболевания, если оно возникает, все усугубляется и усугубляется. Так вот, стоит пожилому, старому человеку наладить работу почек, и этот запах специфический проходит. Запомните это и передайте тем, кто так же думал, думает, говорит. Восьмой признак – отеки ног и рук. Вот эти отеки говорят о запущенной поздней стадии повреждения почек, о почечной недостаточности. Особенно явно это показывают щиколотки, ступни, лодыжки. Но скажу сразу, да, эти отеки могут быть и при заболевании сердца. Но тогда отеки специфические, как бы плотные и болезненные ощущения при нажатии. А вот когда ощущения при нажатии не болезненные, это дело другое. Тут уже, скорее всего, почки. Сейчас поясню подробнее. Да, причин отеков немало. У меня есть видео, кстати, об этом. Эти видео тоже я дам вам по ссылкам под этим, которые вы сейчас смотрите. Но что характерно? При почечных отеках, при нажатии на припухлости и при отпускании пальца после нажатия остается ямка. Вот это характерный признак почечных отеков. Есть еще скрытые отеки. Что это такое? Вот человек набирает вес, при том, что он стал есть меньше. О чем это говорит? Очень с большой долей вероятностью о проблемах с почками. Но также о том, а это как раз напрямую связано, и есть причины, и даже первопричины проблем с почками, это то, когда люди-то меньше стали есть, может быть, по объему, но что стали есть в большей степени? Сладкое, быстрые сахара, простые углеводы, сплошные углеводы. Девятый признак. Мешки под глазами. Минуту моей рекламы. Качественные, уникальные и очень нужны всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа, но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами, а значит, снимает сухость слизистой и перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя Тангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Итак, мешки под глазами. Особенно над веком. Но под глазами, запомните, это тоже очередной миф, который я сейчас хочу развенчать. Под глазами мешки и это в основном, как правило, не проблемы с почками, а это так называемые жировые грыжи. Они возникают и у совсем молодых людей, и у очень здоровых людей. Тот же академик Углов, великий русский ученый, хирург, с молодости имел мешки под глазами. Прожил он 104 года и умер не от проблем с почками. Я лично его знал и могу совершенно уверенно об этом заявлять. Кстати, стоит мне сделать видео о жировых грыжах, которые вызывают мешки под глазами и являются ими по сути. Если да, то напишите, не поленитесь, черканите пару строк под этим видео в комментариях. Десятый признак. Так называемый белый ини или мука-крубка на лбу. Это избытки мочевой кислоты, которые выходят в виде кристаллов через пот, через кожу, когда почки уже не справляются с выведением мочевой кислоты из организма. Очень яркий, характерный признак. Одиннадцатый признак. Изнемождение, усталость. Да, причин тому много. Я в своих видео об этом говорил. Могут быть другие причины. Но от повышенной мочевины в крови, от избыточных белковых отходов, это бывает очень часто. Двенадцатый признак. Кислая моча. Закисление мочи происходит из-за недостаточного аммиака. Запомните, он дает щелочную реакцию. Ну, то есть, происходит нарушение баланса, нарушение регулировки PH среды мочи. Это характерный признак. Надо проверять почки. Тринадцатый признак. Нехватка инсулина. И вот, когда повышается сахар в крови, при недостатке инсулина, при инсулинорезистентности, возникает кетоацидоз. Это всегда происходит при сахарном диабете второго типа. Но не путайте с пищевым кетозом. Кетоацидоз и пищевой кетоз это разные вещи. Это третий миф, который я хочу развенчать. И когда безграмотные врачи говорят, что кетодиета опасна, потому что как раз вот кетоацидоз возникает, а это губительно для почек. Это говорит о том, что почки больны. Это глупость. Это незнание биохимии. А вот пищевой кетоз при переходе на кетопитание часто возникает и это нормально. Ну, конечно, кетопитание, кетопитанию рознь. Я советую изучить вам этот вопрос, по крайней мере, еще одну сторону, о которой мало кто говорит. В моей лекции кетопитание, веганская кетодиета. Это раз, оказывается, бывает и такая. Кетопитание к мясу никакого отношения не имеет. Есть кетодиеты, при которых мясо человек потребляет, но отношение никакого мяса потребление его кетопитанию не имеет. Кето это жиры вообще. Так, это еще один важный аспект. Ну, еще оставлю видео инсулинорезистентность. Что будет, если вы откажетесь от сахара на 10 дней? Почему вам все время хочется есть? Это очень важное видео для понимания этой проблематики. Четырнадцатый признак. Повышенный холестерин. Да-да, часто он бывает из-за недостаточности функций почек. Напрямую связан. И, конечно, с нехваткой инсулина тут прямая зависимость. Но пунктом отдельным я это выделяю. Пятнадцатый признак. Высыпание на кожу, сухость и, главное, кожный зуд. Кожный зуд может говорить о разных проблемах, но часто он бывает при недостаточном выведении продуктов распада метаболизма через почки. Тогда эти метаболиты, токсины, начинают интенсивнее выделяться через кожу. Но также такой зуд может быть при заболевании печени или при сахарном диабете. Печень берет на себя первую нагрузку по фильтрации крови, а вторую уже почки. Связано ли здоровье печени с здоровьем почек? Конечно. Помните также, что лимфатическая система это, так сказать, канализация нашего организма. Это часть единой выделительной системы организма. А лимфатическая система связана с кожей. Как говорят, это вторые почки. Совершенно верно. И кожа выделяет продукты метаболизма тоже из организма. Поэтому при недостаточности функций почек очень важно сделать так, чтобы лимфатическая система лучше работала. посмотрите видео мое о лимфатической системе. А также важно, чтобы кожа была чистой и здоровой. Нездоровая кожа это показатель проблем с кишечником, с печенью и третично с почками. Очень часто также бывают необъяснимые головные боли, регулярные. Это тоже может быть характерным признаком проблем с почками, так как боли бывают из-за токсичных отравлений, в том числе ликвора головного мозга. Ну а теперь про анализы исследований. Так вот, тут все быстро и кратко просто. УЗИ почек, КТ, это уже врачи скажут, если нужно, если какое-то сомнение, анализы мочи и крови, клинический анализ и биохимический. Обязательно там должен быть уровень креатинина, уровень мочевины, мочевой кислоты и белка в крови. Он не должен быть пониженным, особенно повышенным. Это проблема. Ну и, конечно, сахар в моче. Кратко о причинах повреждения почек, хотя о них я уже в принципе сказал, будем считать это таким под итогом. Диабета, инсулинорезистентность, избыток, то есть глюкозы, вообще сахара в крови, в почках. КГ, избыток в крови, всегда избыток глюкозы в почках. И это их смерть, медленная смерть, помните. Поначалу в детстве это сразу неощутимо, пока защитные компенсаторные силы организма велики. Пока человек спортом активно занимается, это не так заметно. Но почки вы свои изнашиваете сахаром. Далее, артериальная гипертензия. При ней теряется эластичность сосудов, в том числе сосудов почек, круговая зависимость. Недостаток калия и витамина D3. Поликистоз почек, при повреждении их разными способами возникает часто поликистоз почек. Гламерулонефрит. Гламерулы это такие фильтры почек. Так вот, они воспаляются, а это именно воспаление в почках, из-за высокого сахара в крови и, вторично, инфекции. Кстати, калий и фосфор, продукты с ними, противопоказаны почечным больным на поздних стадиях. Но пока почки не сильно повреждены, напротив, надо много калия потреблять, это будет спасение почек. Но калия какого? В таблетках? Нет, конечно. Из продуктов натурального в виде зелени, в листовой зелени, всегда много калия. Помните это. Магния, калия всегда будет достаточно. Ну, еще одни причины повреждения почек, да, оксалаты, они образуют оксалатные камни, это шпинат, ревень, щавель, то есть щавелевая кислота в этих продуктах. Но запомните, только тогда образуется вот эта коагуляция с кальцием и тогда образуются эти специфические камни в почках, когда вы варите супы, щавелевые, шпинатные пирожки, там и тогда, когда вы жарите и варите, когда термическая обработка разрушает и переводит в иную структуру, в комплексную структуру эту щавелевую кислоту. Когда происходит кристаллизация, если вы едите живую, как она есть, как природа создала, шпинат, там ревень, щавель, ешьте на здоровье и проблем здесь не будет никаких, а наоборот. Ну, про кист и почек у меня тоже видео было. Кратко про профилактику и лечение. По сути, лучшее лечение это профилактика, не так ли? Так вот, зелень, спаржа, особенно сельдерей, кстати, сельдереевая соль самая лучшая соль в мире, самая полезная. Мы ее, кстати, производим. Она есть на нашем сайте надгар.ру, ну и ссылку прямо на нее я оставлю вам в описании под этим видео. Сок сельдереевый очень хорошо чистит почки и даже убирает отеки, когда эти отеки являются почечными. Помните, нельзя есть много белка, тем более, животные продукты вообще лучше не есть, но в крайнем случае иногда, скажем там, два раза в неделю, раз в неделю, яйца от кур только свободного выпаса, категорически не от тех, которые содержатся на птицефабриках и кормятся промышленными комбикормами. Если уж вы едите рыбу, то только озерную из чистых озер или рек, но не океаническую, там много тяжелых металлов и особенно ртути. А вообще, самый правильный вариант будет. Ведь нельзя же все в одном видео сказать, тем более, я уже это говорил, просто надо мои лекции смотреть. Так вот, посмотрите мое видео, а что же тогда есть? Вот там я все это объяснил. Далее, кофе губит почки, помните, как и чай, особенно черный, особенно по вечерам. Об этом есть, кстати, мое видео. Про чай. Какой вреден, ну а какой полезен есть, и полезный оказывается. Далее, никакого, разумеется, алкоголя проклятого. Это страшное генное оружие, я уже не говорю про разрушение почек. И печени, конечно. Естественно, пестицидную, гербицидную пищу есть нельзя. Она должна быть в идеале. Я говорю, и не злитесь, кто начинает тут философствовать, что сейчас нет чистой пищи. Что мне от этого, правду что ли, не говорить? Органическая пища должна быть, био, экологически чистая. Что делать? Кто ищет, тот всегда найдет. Или выращивать самим, или покупать у тех, кто выращивает такую пищу. Например, у нас. Не хотите у нас, у других. Далее, водородная вода. Это ключ к спасению. Я не буду показывать сейчас кадры, отрывки, вот как под копирку люди говорят, особенно пожилые, их мамы. И все же я вам маленьких два отрывка вот из этого видео сейчас покажу. Когда совершенно разных два человека говорили про своих мам, когда они впервые в жизни начали потреблять водородную воду. То есть воду, в которой есть увеличенное от обычного состояния водопроводной воды или бутилированной, так вот повышенное состояние молекулярного водорода, которое образуется в ней при электролизе, тем более с применением новых современных технологий протонообменных мембран персональных вот этих или стационарных генераторов водорода и свободных электронов. Об этом у меня видео было. Вот оно. Так вот, послушайте два этих отрывка, когда как под копирку примерно одно и то же люди говорили. Это просто будет к нашей теме, потому и ставлю эти отрывки. Прошлый месяц я взял два таких, подарил маме, дочке, через недельку позвонил, думаю, мам, ну как там? Я, кстати говоря, его взял и фокус есть. 80 лет ей в этом году исполняю. Она мне говорит, я сидел тебе сказать, ну, говорит, я давно-давно, так не... Если раньше один раз в туалет ходил, за три дня, вот сейчас каждый день... Ну, по-малому, так сказать, вот то, что... В большом. А, вот даже так. И по-большому. По-малому-то само собой, она говорит, просто прекрасно. Понятно. У нее с кишечником проблемы, так сказать. Естественно, естественно. Понятно. Ну, там есть все подряд. Понятно. Есть все подряд, и таблетки подряд. В тем не менее, она ощутила сразу. Потрясающе. Я сам удивился. Расскажите, пожалуйста, о своей истории. Просто вот наш один из клиентов купил генератор водорода. И вот история случайной женщины пришла, спрашивает, а вот наши покупатели... Да, значит, я купил действительно такой прибор. И поскольку у меня мама пенсионерка, 80 лет, вот, и у нее затруднение, как бы, с мочи и спусками. Ну, с кочками проблем. Ну, да, да, есть определенные проблемы уже с кочками. И она днем практически в туалет не ходила. И случалось, если ночью, то прям по чуть-чуть. Вот. И, значит, я принес прибор, сделала она воду. Да. Вот именно, да. Вот. Выпили, сидим, разговариваем. И вдруг она мне говорит, что хочу в туалет. Ушла в туалет. Долго ее не было. Возвращается. Я говорю, с детства так практически не ходила в туалет. То есть, прудила, извиняюсь угрожения, как лошадь. Здорово. Вот. И где-то неделю у нее вот выходила, выходила, выходила. Сейчас поменьше. Даже отелки, да, вот такие? Сейчас поменьше, да. Голова немножко так спала у нее. Она просто перед этим ударилась, трясение мозга прочего как раз. Вот. Вот пока могу только это сказать. Ну, это прекрасно за две недели. Ну, здоровья вашей маме. Благодарю вас за отзыв. Благодарю. Благодарю вас, Вене Андреевич. Благодарю. Далее. Я очень советую вам, вот знаете, понять до конца значимость вот этой темы фульвовых, не путайте, не фолиевых В9 витамин, а фульвовых кислот. Вот это мое видео посмотреть. Я очень советую их применять, потому что обмен веществ улучшится. Потому что выделительные способности клеток, почек упростятся, скажем так. Вы снимете часть нагрузки с почек. Обязательно движение. Движение – это жизнь. Это помощь лимфатической системе. Помните, у лимфы, в отличие от крови, нет своего насоса сердца. Лимфатическая система движется, циркулирует только и исключительно благодаря мышечным сокращениям. Вот почему движение – это жизнь. Поэтому от кончиков пальцев ног и выше потоку лимфы, правильный массаж легкий – это хорошо. Зарядка прекрасна, йога очень хорошо. Особо хочу акцентировать то, что гораздо сильнее йоги, что оценивают без исключения все люди, которые занимались долгой йогой, когда они впервые в жизни почувствовали, поняли, что такое правильное, только подчеркиваю, а это старинная русская технология, что такое правило. Вот эти два видео, посмотрите, и будет скоро еще одно третье. Не пропустите его, потому кто не подписан, кому не приходят уведомления о выходе моих новых видео, обязательно подпишитесь, вот так, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили эти уведомления о выходе моих новых видео, и вы тогда не пропустите их, и особенно ждите вот это новое видео про правила. Ну а в целом надо пить больше воды, поймите, ну какой активный, живой, с правильными физико-химическими свойствами, которые близки к клеточной воде, то есть к той, которая уже обладает, организм перестроил, изменил некоторые свойства, так вот на эти изменения тратятся ресурсы организма, не надо их тратить, уже надо такую воду готовить, это возможно сейчас. Ссылки на эти приборы я оставлю под этим видео, и обязательно на это вот последнее видео о воде его непременно тоже посмотрите. Что еще очень важно, обязательно проходите дважды в год антипаразитарную программу, и у кого есть кандидоз, системный кандидоз, о нем мое видео, последнее вот это, посмотрите, белый серый язык по утрам, на лед, есть кандидоз, так вот обязательно пройдите программу по избавлению от системного кандидоза, тем более у кого были уже когда-то признаки молочницы, например, это значит у вас есть системный кандидоз, и даже если вы в латентную форму, вскрытую, загнали болезнь, это не значит, что вы ее победили, ведь она возникает заново и заново, снова иногда, вот так. А теперь главное поймите, спасение почек, это снятие с них нагрузки, когда происходят нагрузки на почки, когда что-то они фильтруют, а когда они что-то фильтруют, когда вы что-то поели, значит, в чем истина заключается в том, что голодание есть спасение, а вы знаете, например, и врачи старые, старая академическая школа еще знали прекрасно, что единственный способ спасти больного с острым панкреатитом, другого просто нет шанса, ни одного из тысячи процентов, то есть вообще ноль, это полное голодание, абсолютное промывание, если есть остатки пищи, полное, непринятие ее много-много дней, пока панкреатическая железа, поджелудочная железа себя не восстановит, не уберет воспаление. Да, есть, конечно, лекарства, которые снижают эти воспаления, все понятно, но тут суть в чем? Без этого никак, практически никогда без этого полного голодания. При панкреатите не обойтись, с почками не так все острое и строго, но принцип тот же, я вам его объяснил, дал как бы еще один алгоритм. Длительное голодание это отдельная тема, к нему надо правильно подготовиться, ну когда возможно здесь подготовиться, так лучше заранее, об этом у меня видео было про лечебное голодание, были и как правильно голодать, и очищение организма, как правильно проводить при голодании, вот эти видео. Ну, в завершении просто хочу сказать, заканчивая эту тему, что есть на ночь категорически нельзя. Интервальное питание или интервальное голодание по-другому, это абсолютно правильное питание, то есть 6,18 в идеале. У кого замедлен метаболизм, там и 4,20. Конечно, в эти часы принятия пищи должны в организм поступить все необходимые питательные вещества. Это сделать несложно, сознанием это делать. Мои лекции дадут эти знания. Дайте уже, наконец, отдохнуть своим органам от вас, от того, что вы постоянно что-то закидываете себе в рот и, что называется, в желудок. Особенно дайте отдохнуть вашим фильтром организма, то есть печень и почкам, которые трудятся 24 часа в сутки у тех людей, кто ест с утра до вечера. И дайте отдохнуть своей поджелудочной железе тоже. Итак, список важнейших для жизни видео под этим видео в описании. Скоро будет еще мое видео, как вырастить новые волосы, средства от выпадения волос, то есть лучшие натуральные средства и методы, предотвращающие выпадение волос, а также много других видео готовится к выпуску. Ну а вы можете написать свои темы, какие вам интересны. Только помните, перед этим посмотрите в ютубе, наберите. Это очень легко сделать. Например, фролов и наберите ту тему, которая вам интересна. Скорее всего, я уже делал видео на эти темы. Тогда об этом, пожалуйста, не пишите. Не поленитесь. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки. Все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.